Меня пригласили выступать на линейку, я 1 сентября в 8 утра стояла на линейке, говорила речь, дарила линейку большую школе, короче, все как полагается, но потом я не удержалась и думала, блин, я буду не я, если я не сделаю так. Я сижу на камушке, ла-ла-ла-вы, и, короче, все вот эти дети, которые стояли на линейке, в линейку вот так вот ровно, они пели Пикачу. Я не знаю, если бы у меня в жизни на линейку пришла моя Бойка, что было бы, но, короче, это было так, летом мы профукали, да, поэтому уже осень, уже новые планы, работы грандиозная и короче, работаем. То есть, на привычке я хотела выступать перед стрессной покрыткой, потому что, боже мой, я стрессанула, это просто стресс какой-то, я вообще думала, что я на лайф-арену приехала, понимаешь, да, ну, типа, где вот вся арена. У меня просто сегодня много было концертов, и я что-то не вникла, обсудить вопросы, куда еду. Смотрю лайф-арена, ну, понятное дело, взяла танцор, распупырилась, прихожу, а там мини-камерная дусопка. Короче, конечно, я переструсовала, потому что у меня сегодня был концерт в Химках и в электросталии, и там дети орали, плахали, вещали, пищали просто, а тут, как бы, взрослые, они по-другому воспринимают, они снимают на телефон молча, либо там танцуют, непривычно, сразу ощущаешь себя ноунеймом каким-то. Ну, в общем, я с нуля начинаю, походу, всю эту историю, взрослых мне еще предстоит завоевать. Самый стрёмный, богат, который к тебе делали, и комплимент, вообще, который был, за всю твою классную жизнь. Блин, по-любому такой был. Было, по-любому. Просто я не помню. Не помню? Ага. Ну, вот ко мне как-то гелики подъезжали, типа, вот я была в пробке, и ко мне подъехал чувак на гелике, и потом я поняла, что, скорее всего, он вообще водитель чей-то. Но он хотел надо мной понтануться, вот, а так, я уже, честно говоря, не помню. Вот, а, это хороший вопрос, почему ко мне не подкатывают? Скорее всего, потому что они боятся меня. Боятся, сто процентов. Они думают, что у меня кто-то есть, они как бы правы, у меня кто-то есть, но все равно можно подкатывать. Это приятно. Парень, какое предложение о том, что ты сделаешь, чтобы ты сказал, да, это было, о чем я мечтала. Что же мне, девочка? Предложение? Сложение в письме. Ой, я не знаю. Какие предложения? Хотя бы, как минимум, оно должно быть. Ты ни разу не представляла, как это должно быть. А? Ты ни разу не представляла, как это должно быть. Ой, прости, я все время тебя толкаю, извини, пожалуйста. Ты просто в фокус. Это жених. Просто мы вдвоем, это на концерте, где-нибудь в порядке. Ой, нет, не на концерте. Вы знаете, когда на концерте, тут безысходность. То есть, может быть, ты хотела бы отказать, а куча народу такие, уууу. И это ужасно. Вообще, когда делать предложение на концертах, это ты должен быть на сто процентов уверен, что человек согласится. согласиться потому что ты ставишь его в неловкое положение прикиньте недавно вот же буду на концерте сделали предложение и девушка отказала и сказала извини типа он сделал мне больно извините типа но нет чувак это такой фейл был я просто я посмотрела я подумала ужас вот не хотелось бы так мне кажется предложение это что-то вот между двумя людьми конечно у всех по стоим у всех по разному кстати моей лучшей подруге недавно сделали предложение не сделали на воздушном шаре и они были вдвоем ну и третье водитель от шара или как там его назвать вы поняли и он как бы еще снимал вот их там всего как тебе атмосфера и сегодняшний вечеринке лап радио мне больше нравится наша с вами атмосфера это супер закрытая это информация вот поэтому я никак и как видите не выношу успешно уже почти год да я снимаюсь кино короче меня утвердили представляете это моя первая жизнь вообще кино и мы в первый же день снимали просто же есть какой-то трэш как мы с поросенком живым и не знаю можно это рассказать или нет ну короче я там живой поросенок был потом мы прыгали в реку голые типа голые но короче в телесном белье выглядит как будто голые там как травой свет и кажется что бегут три голые бабы из бани по реку ну да но там был поросенок один я мы снимаем подмосковье далеко там под рязани нет не главное это ну я сразу точнее нет я мечтаю сняться либо в боевике либо в историческом это не боевик и не историческое но мой агент да сказала типа меня пожалуйста сходи на эти пробы это очень классная роль вот и я сходил рассказывать меня вдруг я расскажу а режиссер меня убьет да-да-да-да со мной занимается профессиональная актриса которая еще курсы проводит и она со мной занимается вот мы с вами вечеринки вечеринки от жена ты готовится или приходить надо на дресс-код смотря какой если это какой-нибудь там дресс-код то надо если нет то нет вот сегодняшний ну я сильно подготовилась угорать меня их танцором села тебя костюм сапоги тебя везли мне шарки я уже вся тут растающая